Я завлудился в тумане просвещения. Вот я хочу вот с этим стаканом жить. А вы против? Я буду сейчас собирать митинг, и на митинге все будут ходить со стаканами и говорить, это лучше любой женщины. Козырев, нам так же надо. Самое ужасное — это чувство несвободы. Как бы сделать так, чтобы максимально ни от чего не зависеть, и потом в результате не зависеть и от самой жизни. Дорогой Геннадий, как я рад, что мы сегодня встречаемся. Прямо как в песне «Мечты сбываются». Мы с вами дружим. Но там же была и вторая строчка, и «Не сбываются». Это не про нас. А, понял. Это не про нас. Мы с вами дружим уже четверть века. Я вспоминал недавно, как мы познакомились в рамках Российского и Еврейского конгресса, Гусинский, блестящее общество. И вот незаметно прошло четверть века. Но, по вашему решению, я вспомню гораздо более раннее время, 76-й, 75-й, 77-й, не помню, год, когда я был еще школьником. И одно из самых ярких впечатлений в то советское замечательное время, любительская колбаса и докторская, сосиски, ветчина со слезой. Включаешь телевизор, а там какой-то студент кулинарного техника рассказывает историю, и хочется плакать от смеха. Я хотел бы сегодня побеседовать, поговорить как раз о времени, об эпохах. Потому что так получилось, что мы с вами жили в одной жизни, в нескольких жизнях одновременно. Потому что вот эта страна, Советский Союз. Я вот думаю, через 100 лет наши внуки, правнуки, когда я вам скажу, Советский Союз, они не будут думать, это там, где Вавилон, или там, где что-то, какая-то цивилизация, которая ушла. Кто вспомнит через 100 лет про уникальный эксперимент? А мы там были. И мы там прожили нашу молодость, наше время. Да, Генн, но у меня как-то не получается вычленить советский период вообще из истории Российской империи. Вообще не получается. И чем больше я живу, тем больше у меня укрепляется ощущение, что весь советский период это просто кирпичик, ну, может быть, не кирпичик, а стена вот этого здания, которое называется Российская империя. И все, что происходит вот с момента отречения императора, последнего императора Николая Александровича Романова в марте 17-го года прошлого века, мне кажется, что это идущие процессы, не останавливающиеся ни на один год. они могут притормаживать в своем движении или набирать скорость. Но это с моей точки зрения явное совершенно движение в сторону окончания каких-то очень серьезных исторических периодов. полное ощущение, что что-то происходит, какой-то крен, который, собственно говоря, непонятно к чему приведет. Но в рамках этого Советский Союз все-таки отдельно как-то существовал? Ну, в общем, да. Внутри вот той конструкции, о которой вы говорите. Ну, да. Но все-таки все равно это была просто, как бы сказать, ну, некоторая попытка нащупать какую-то другую дорогу. У меня ведь вообще произошло это в конце 20 века. Произошла такая история. Как будто это было какое-то откровение. Мне никто это не диктовал, никто мне это не рассказывал. Я хорошо помню, как 9 мая 96-го года на большом приеме в Кремле я разговаривая с Жириновским рассказал ему какую-то странную картину, которая мне привиделась. Потрясающе. Он с интересом послушал меня. и вечером того же дня на митинге у белорусского вокзала все это рассказал как свою идею. Очень похоже на Вольфовича. А в чем же это заключалась моя несколько наивная история? А я ее рассказывал так, как будто я вижу какое-то кино. В конце 19-го века какие-то серьезные люди, богатые, очень я бы сказал нагруженные большими властными ресурсами в Соединенных Штатах приняли решение о мировой экспансии. их даже ругать за это нельзя. Потому что когда команда выходит например на футбольное поле, никто же не удивляется, что они хотят обыграть своих противников. Это нормально? Логично. Точно так же эти люди, которые собрались за океаном, вместо футбола, они решили ну создать свой миропорядок. Еще раз говорю, это моя наивная 25 лет назад наивная версия. Больше уже больше 25 лет. И они размышляя как этого добиться, они пришли к выводу, что надо главным образом решить вопрос существования Европы. Европы. А что такое решить вопрос существования Европы? Это разобраться с двумя опорными колоннами в Европе. Одна колонна это Германия и вторая это Россия. Ну Россия в силу своего положения, пространства, ну конечно бескрайних просторов, таблицы Менделеева, всего-всего-всего-всего. Ну и не надо забывать, что к тому моменту Российская империя включала в себя и Польшу, и Финляндию, просто конца и края не было этой территории. Так что в принципе вопрос с этими двумя опорными колоннами стоял довольно серьезным. И потом на протяжении всего 20 века эти американские умы довольно лихо решали эту проблему. Вторая мировая первая первая в рамках вашей теории. да, да, да. Они сначала сделали все по Первой мировой войне. Причем сами находились все-таки за океаном, поэтому их положение было очень выгодным. И остается. Ну да. Ну я говорю о том, что было, да. А тут брату убийственное чудовище бойня европейская, которая закончилась полным крахом кайзеровской Германии. Абсолютно. Да. Антанта выиграла. Попутно Россия вышла из союза с Антантой. Сама развалилась, произошла революция, дальше Версальский мир, дальше Германия на коленях, дальше репарации до конца 20 века. в России гражданская война, ужас абсолютно. Эти сидят вместе с своими стаканами виски, с сигарами и говорят, ну пока все неплохо, пока все нормально развивается. Ну что там такое, что там сейчас? Говорят, ну сейчас там у них сейчас Сталин, сейчас у них там кошмар, у них там гайки завинчены, у них там репрессии, у них там кровь льется. Хорошо. А у этих что? Ну а у этих вот там у них раздрают Веймарская республика, там какой-то кошмар, экономика в заднице, инфляция, безработица, народ живет плохо, ну да. А что там у них есть? Кто там у них есть на примете? Ну есть там один ефрейтор бывший, да, ну разберитесь с этим ефрейтором, посмотрите. И так некоторым образом они помогают этому ефрейтору так или иначе организовать всю эту историю с национал-социалистической рабочей партией и все, и они приходят к власти в 1933 год и все, и дальше потихонечку все дело движется ко второй мировой войне. Дальше идет вторая мировая война, американцы опять за океаном, они все, они смотрят куда направить свою помощь, они видят, что слишком бойко Германия себя чувствует и побеждает, они говорят, надо в качестве противовеса помочь этим. они помогают ленд-лизом, вооружением, туда-сюда, пятое-десятое, чудовищное количество людей погибает, десятки миллионов людей ложатся в землю. Политикам это не очень важно. Это все, да, это все, это исходный материал. Конечно, это все. Всегда. Как знаете, как я люблю это сравнивать с хозяйкой, которая чистит картофель и кожуру выбрасывает. К сожалению, так все устроено. Да, совершенно. И вот, и заканчивается все это полным разгромом Германии, гербентским процессом, все заканчивается, но еще не начался этот процесс, а Черчилль в Фултоне произносит речь и говорит, так, стоп, это все закончено, теперь будем с этими коммунистами разбираться. И опять по новой все. Начинается холодная война и все, и так до конца 20 века. К концу 20 века, когда Западная Германия под руководством Соединенных Статов с планом Маршала встала на ноги, американцы говорят, что-то они слишком как-то бойко себя ведут. Да. Может, пора объединиться им, чтобы немножко головная боль прибавилась, чтобы забота была больше. Что-то очень они бойко развиваются. Объединили. А эти? Говорит, а эти хватит. Эти хватит уже, тем более там центробежные силы вот так вот развиваются, все в порядке. Да, можно с этим закончить. закончили. Так что для меня это все в результате, вот я смотрю на сегодня картину и вижу, от всей этой ситуации есть всегда интересанты и победители. Да, есть люди, которые курят сигары и говорят, пьют виски, да, и пьют виски и говорят, пока все неплохо. с этим сложно не согласиться, учитывая, что они еще за керном. Именно. Именно. Нет, именно с этого надо начинать, что они там. Конечно. Тут картошка чистится. Конечно. Вот и все. Поэтому для меня, как бы сказать, для меня это все звенья одной цепи, которая давно, цепочка началась давно. Очень. Ну, то, что вы рассказали, это предвидение, это ясновидение, потому что это 25 лет назад уже было изложено, но никто в принципе не мог поверить, что к этому. Ну, да. А с другой стороны, если смотреть через призму времени, то это все звенья одной цепи, которые, собственно, не надо, может быть, удивляться. это очень интересная тема, которую я бы очень хотел с вами обсудить, потому что это вопрос цивилизации, это вопрос поворота не только политической, там, и забрать весь мир в свои руки, допустим, но это еще вопрос в принципе какой-то истории, которая повернула цивилизацию куда-то вбок. Я не обсуждаю хорошо это, плохо, ну, я просто, мне что-то не нравится, что-то, как бы, я готов принять, но факт остается фактом. Мы сегодня встречаемся в замечательный день, 14 февраля, и это становится потихонечку в мире одним из главных праздников, День Святого Валентина. Ну, я уже где-то вчера, что ли, успел прочитать, что у нас в России надо отменить это. Фу, спасибо, потому что сама идея, опять же, гендерство, хорошо это или плохо, я не знаю, но то, что сегодня весь мир, я даже не про Россию, а про весь мир, как бы, под пропагандой того, что сегодня мальчик, девочка, ослик, это в принципе, как бы, все годится, что идея мужчина-женщина это устаревшая идея. Вот тут я, Ген, согласен, тут я, как писал когда-то замечательный писатель Михаил Зощенко, я заблудился в тумане просвещения. Да, это абсолютно точная фраза. Да, потому что я, я не знаю, как себя вести, знаете, вроде как глупо глупо сегодня бежать впереди паровоза, потому что тебе скажут, что ты отставший от всего, хотя меня это не пугает, но все-таки я задаю себе вопрос. скажите, вот когда был создан человек, он же передвигается ногами, правильно? С этим трудно спорить. На ногах, ну трудно представить себе, что сегодня будет нормально, если все люди будут ходить на руках и говорят, вам не нравится, а почему такая нетолерантность? А ему нравится ходить на руках. И пойдет пропаганда, что надо ходить на руках. Надо все, чтобы ходили на руках. вот это то, что сейчас происходит. Я про это говорю, я не знаю, но если так человечество изобрело, так получилось, что существуют разнополые существа. Конечно, это всего лишь часть истории. Ну я понимаю, но почему тогда почему тогда не, как бы сказать, не декларировать, что можно жить и с мотоциклом? Это моя теория. Мотоцикл как-то не очень, он шумит. когда заводишь. Ну хорошо, потому что, когда ты живешь с мотоциклом, он издает какие-то звуки. То есть, есть ощущение, что мотоцикл что-то испытывает. Ну, можно мотоцикл, можно ослик. Это вопрос даже как бы риторический, но это вне понимания цивилизации, которая прожила там 10 тысяч лет. И 5 тысяч лет были заповеди. Ну, неважно, с Торой это была, или христианская, или мусульманская, молодая. Да нет, ну как-то, ну человек еще до Тора и до всего, ну каким-то разнополый, разнополый же придуман, почему-то. Дело каждого, как жить. Ну зачем пропаганда? Ну, еще раз. А пропаганда? Ну, я скажу. Нет, я тоже этот вопрос если задавал. Просто интересно. Они говорят, зачем? Они говорят, никакой пропаганды нет, просто мы защищаемся. Поскольку вы нам не даете возможность чувствовать себя свободным, вы считаете, что это нарушение норм, а мы считаем, это нормально. Вот я хочу, я хочу вот с этим стаканом жить. Понимаете? Вот этот стакан будет мне заменять все. Женщину. Он говорит, ну как это так? Ну что это такое? А вы против? И все. Вы ограничиваете мои права. Таким образом, я буду сейчас собирать митинг и на митинге все будут ходить со стаканами и говорить, это лучше любой женщины. И потом 90% населения Земли начнут соглашаться, потому что если им каждый день им говорить, 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 внушать, доказывать, объяснять, то выяснится, что жизни черных они гораздо важнее, чем жизни желтых или белых. Ведь если об этом каждый день... Ну не просто люди так устроены. Они, может быть, они начинают уставать от этого. им начинают это надоедать. Они говорят, да ладно, что это с вами? Ну хотите так, хотите эдак. Потому что, понимаете, по закону одного дядьки по фамилии Ньютон было сила действия, равна сила противодействия. Исаак Иванович был толковый. Да, был такой, да. Понимаете, ну как, ну я на это смотрю, не то, что я против этого. Да, честно говорю, мне все равно. Абсолютно. Но я просто вижу, как это... Почему? Ну почему тогда на голове не ходить? Объясните. Не, я в этом смысле абсолютно солидарен. Да, да, да. А я, Ген, я же с вами не дискутирую. Да, да, да. Я просто задаю вопросы. Почему? Вот они говорят, ну как это так? Ну вы не понимаете. Ну это вот, понимаете, папа один, папа два, мама три. Да, да. Абсолютная история, которую я слышу, но я не понимаю. Это очень интересно, имея в виду, я тут возвращаюсь в 70-е, что мы начали нашу историю при Леониде Ильиче Брежневе в совершенно замечательном человеке, который добрый, душевный и очень любил целоваться. Он опередил время, потому что он всегда с мужчинами я вспоминаю, как он взасос с Хонекером. А я где-то читал, что Брежнев очень не любил целоваться с Арафатом. Да? Очень. Ему не нравилось, как тот целуется, потому что во-первых, у него было все время ощущениями, тот не бритый же был. И Леонид Ильичев казалось, что это как-то человек не подготовился, понимаете, к этому. А тот просто страстный мужчина. Очень, очень. И видно, ему очень нравится Леонид Ильич. Но его можно понять. Ну, да. Помощи и так далее. Ну, не только. Но что-то, у него что-то такое в нем просыпалось, когда Арафат на него смотрел, все, значит, и это, я не помню, кто это писал, то ли Шевченко Владимир Николаевич, который в протоколе... То есть, это даже не шутка, это реальная история. Правда, правда. Он все время пытался убрать голубого. У меня была замечательная история. Меня вызвали на концерт. Это был 1977 год, 60 лет Октябрьской революции. И в анкетном зале Кремлевского дворца был устроен прием, фуршетный прием. Гости все были, значит, на ногах. Сцена, где должен был проходить концерт. И перед сценой несколько 14 или 16 стульев. Там сидели секретари ЦК, кандидаты в члены Политбюро, а потом члены Политбюро. И в центре сидел Леонид Ильич, и рядом с ним сидел президент Финляндии Урхо Калево Кекканин. Да. Я сделал такую паузу, потому что подумал, ну что, показать вам сейчас Кекканина или не надо? Подумал, думал, ну покажу. Ладно, у нас, поскольку такая встреча неформальная, да, давайте я покажу сейчас. Сейчас. Кеса не сидела. Вот. Похоже. Похоже. Вызятый. Вот, значит, этот самый Урхо Калево Кекканин сидел рядом с Брежневым, у них стоял столик сервировочный, на нем стояла бутылка коньяка и две рюмочки. А у меня была одна задача покороче. Я стал думать, что там выбор, сократить. Я подошел к микрофону и когда начал что-то там читать, в этот момент Кекканин неосторожно рукой повел и рюмка упала и разбилась. Ну и Кекканин видимо был воспитанным человеком, ему было как-то неовко. И он нагнулся и стал собирать эти осколки. А я читаю у микрофона и слышу, как Брежнев ему говорит, что ты возишься? Сейчас это уберут, принесут новое. пока он это сказал, я уже закончил читать и пошел за кулисы. Брежнев видит это и говорит мне, «Ена, это я не тебе». Ну нас кажется, что он обладал определенным чувством юмором. Нет, он абсолютно искренний. Я подшучиваю. абсолютно искренний. Он думал, что я пошел менять рюмку или что-то такое. Он же трогательный. Очень трогательный человек. Это время, когда вы перехватили знамя великого Райкина и я считаю, что еще более повысили уровень разговорного жанра, уровень чайкинга. Мне кажется, Ген, без ложной скромности, мне кажется, что Райкин это такая феноменальная высота мастерства. Ну, просто вот значит, в этом году будет уже 36 лет, как его нет на нашей земле. И вот я смотрю, что же произошло после его ухода, да и при жизни последние годы, ему уже было много лет, он был в плохом физическом состоянии. последние как-то неважно. Не имеет значения. Он великий, драматический по-своему. Нет, у него просто, понимаете, он просто феноменальный артист. Вот как вот я смотрю, на его записи сегодня и думаю, фантастическое чувство формы, ритма, точности. Это такой пожалуй, я такое видел только у Месси на поле. Про футбол мы поговорим, потому что больше знатока футбола, чем вы, я в своей жизни не встречал, хотя я увлекаюсь этим. но, что касается Аркадия Райкина, бесспорно, он в свою эпоху прямо был один. И после него вы были один. Именно в этом жанре я, как сторонний наблюдатель, я тоже много смотрел Райкина. У меня, конечно, может быть, субъективный взгляд, но я считаю, что никого рядом ни во время, ни после вас вот в этом жанре нет. А то, что сейчас происходит, это как-то даже неловко. А я не знаю, что происходит. И не надо. Поэтому я за этим не слежу, а просто все, что связано с фамилией. И эта тема, которая меня тоже очень интересует, и мы разговаривали не раз, но сейчас это будет уместно. Вы достигли такой высоты, казалось бы, ну продолжайте, давайте дальше, дальше, но дальше наступает эпоха Горбачева, дальше вы через какое-то время вдруг с этой высоты прыгаете на самом деле в драматургию театра. Вы пробуете себя в кино и в театре, и вот я был на нескольких ваших спектаклях, конечно, вы мощный драматический актер, не просто актер или там артист, а именно драматический актер, потому что когда вы играете Наполеона, или когда вы в этих комедии положений играете, там всегда есть драматургия и драма, то есть это не просто смешно. Да, да, понимаю. Понимаете, а таких, к сожалению, вот опять же, была плеяда, правда, конечно, выдающих актеров в 70-х, 80-х, но... Вообще русская культура и русская актерская школа и с моей точки зрения она является во многом родильным домом для всего мирового театра. Потому что если посмотреть, как существует на экране там великие американские актеры в американском кино, то очень заметно, что русская театральная школа, которая все-таки оплодотворила собой весь мир. Я сейчас прежде всего говорю о Станиславском. Да, прежде всего. Станиславский, это все, конечно. но именно Станиславский, потому что они существуют, это невозможно. Вот я не очень давно пересмотрел Крестный отец. Такая же история. Причем я совершенно случайно по пятому каналу культуры включил. Вот посмотрел Крестный отец. Гениально. Я смотрю, как они играют. Вообще. Это что такое? Просто это просто высочайший класс. Бесспорно. Так вот, значит, что касается вопроса по поводу расставания с жанром, по поводу смены после прихода Горбачева. Вы понимаете? Может, совпало это, я говорю, Горбачеву, может, это Ельца. Я думаю, я думаю, что это все логическое продолжение процессов, которые были. Понимаете, в советское время идеология была до такой степени основополагающим правилом. Безусловно. Жанр, которым я занимался, тоже был во многом порожден этой идеологией. Как альтернатива. поэтому власть так сопротивлялась, поэтому так она выкручивала руки, невозможные цензурные припоны. Вы с этим справлялись блестяще. Людмил все не докладывают. Ну, там, понимаете, какая вещь? Там в общем была развита. Знаете, как сделать так, чтобы ты сказал то, что ты хочешь сказать, при этом, чтобы тебе за это ничего не было. Абсолютно. Точная формулировка на все слова. Но да. И тогда мозги начинали зашряться. Начиналось иносказание, ассоциации и так далее, и так далее. Знаете, до чего доходило дело. Великий советский театральный режиссер Георгий Александрович Товстоногов делает у себя в Большом драматическом театре спектакль «Горе от ума». над сцены он размещает плакат, на котором большими буквами описана фраза Александра Сергеевича Пушкина «Черт меня дернул с моим умом и талантом родиться в России». точка. Приходит комиссия принимать спектакль. Тогда это было обязательно. Начинается обсуждение. Товстоногович умный понимал, куда они сразу побегут со своими претензиями. И они сказали «Это убрать! Категорически убрать! Ну ладно, дальше спектакль ваш играйте уже. А это убрать!» То есть он их направил? Что делает Георгий Александрович? Он говорит «Товарищи просят убрать! Уберите!» И все убирают. Слух по Ленинграду пошел на следующий день там у них над сценой цитата Пушкина «Черт меня дернул с моим умом и талантом родиться в России». Первый спектакль премьера все народ сидит в зале все здравствуйте здравствуйте Гарстный цвет темнота луч по тому месту где висел плакат просто идет луч ничего нету просто показывает вот так пространство все гениально все говорят да выдающийся пиар это это гений это надо какие мозги иметь чтобы найти выход из положения или или Товстоногов приезжает в Москву ставить спектакль в театр современник по Салтыкову щедрину современник понимал что советская власть будет возражать силу возникших аллюзий как они говорят поэтому они решили заказать пьесу немало немного герою социалистического труда Сергею Владимировичу Михалкову конечно автор советского гимна делает пьесу приносит театр современник они репетируют австоног вставят пришла комиссия посмотрели а Салтыков щедрин звучал хуже любой антисоветчины ну оно до сих пор мне кажется ну да звучит и вот они пришли в кабинет надо обсуждать все в шоке что делать Салтыков щедрин с одной стороны с другой стороны это нельзя это невозможно что они там произносят открывается дверь в комнату в комнату где сидит комиссия входит Михалков видит все это и говорит ну такой пощечиной царизм еще не получал никогда браво браво они переглялись и говорят ой ну да ну да он говорит конечно это прям царизму прям по морде все то есть приходилось приходит Горбачев в свой первый кабинет и говорит не надо все это перестаньте перестаньте запрещать перестаньте закрывать спектакли перестаньте преследовать художников хорошо очень что стало происходить авторы которые писали говорят а то есть мы сами теперь можем выступать да и нам за это платить деньги будут да а вот артисты да ничего артисты и у них еще как бык с колокольчиком впереди Жванецкий бежит читает свои произведения они говорят а мы что хуже что и так артисты остаются без материала или значительно меньше становится этого материала а вы посадите хозяйку и скажите 30% продуктов из которых вы готовили вам остается а 70% у вас забирают что будет хозяйка делать будет она испытывать дефицит это действительно это первое второе приходит свобода свобода освобождает людей прежде всего от необходимости вести себя прилично да это было время я выхожу на сцену киноконцертным зале октябрь стою на сцене в первом виду сидят молодые люди они открывают бутылки шампанского и пробки летят в сторону сцены ужас они берут банки из-под пива выпивают сначала пиво потом в эти пустые банки наливают шампанское потом когда оно заканчивается они встают выходят из зала через 15 минут возвращаются с новыми бутылками это все было на моих глазах ужас понимаете свобода обнаруживает глубочайшее патологическое хамство абсолютно я помню те годы никаких запретов нет а что же они могут выбросить наверх и истолкать из себя я еду в 97 году в Париж на юбилей Мстислава Ростропович ему исполняется 70 лет и он меня приглашает в Париж на торжества я счастливый беру свою дочь приезжаю в Париж прихожу на Елисейские поля на этот уникальный концерт который я не забуду до конца своей жизни это был какой-то я хотел сказать шведский стол удовольствий маэстро но это что-то было невозможное с феноменальными мировыми музыкантами когда в конце вечера в конце всего выкатили рояль и после того как все закончилось вышел приехавший к шапошному разбору Элтон Джон и пошел к роялю сел и стал играть фантазии на теме хэппи бёрзды потом на сцене зала России еще через несколько лет я пришел на один концерт и там гуляло конструкторское бюро которое делает черные акулы эти вертолеты да и во время поступления на весь зал женщина из второго ряда стала кричать а нельзя посмешнее что-нибудь я вышел за кулисы и сказал женщине которая там работала я сказал у меня к вам большая просьба больше никогда меня не приглашать ни на каких условиях я этого просто не переживу я просто могу реально на сцене закончить свою земную дорогу да когда все это соединилось когда я понял что вообще актерская профессия она вообще унизительная вообще мы говорили об этом с вами да а профессия эстрадного артиста унизительна вдвойне потому что партнером эстрадного артиста является не актер на сцене а зритель в зале а ты с ним отрепетировать ничего не можешь он ведет себя так как ему позволяет система координат и как он хочет и он свободу именно так расценивает я сказал не хочу больше понятно это такой рассказ на самом деле не веселый ну почему он должен быть веселым но это все не закончено потому что сейчас когда у меня открыт мой ютуб канал да вы можете себе позволить я могу позволить себе и на этом ютуб канале я читаю комментарии которые пишут продолжают вылезать эти все такого потока глупости дремучести агрессии агрессии антисемитизма просто животного какого-то причем мне говорят а зачем ты читаешь я говорю это обязательно надо читать потому что ты должен знать где ты живешь мне это знакомо даже там на маленьком объеме комментариев я вот прямо то же самое как бы чувствую читая вот агрессивные какие-то злые очень зачем почему зачем вообще этим заниматься писать это понимаете культура я думаю что во первых это способ самореализации вот неудовлетворенность конечно это некая сатисфакция вообще когда ты сбрасываешь с пьедестала того кто там находится и давно ты таким образом понижаешь понижаешь его до своего уровня или поднимаешься до его уровня вот механизм это абсолютно поэтому я сейчас с улыбкой читаю все это и ну я тоже нет я не то что не то что я с нитроглицерином это читаю я просто смотрю и думаю боже мой боже мой боже мой я сейчас в дню рождения своей дочери талантливейшая лица записал замечательное письмо Чаплина своей дочери я читал я читаю комментарии ну я опускаю комплиментарные все эти да да вдруг один пишет не смешно же по-моему вот комментарий очень смешной вам не кажется нет ну-ка это говорит просто в принципе о неиндертальце которые сохранились до наших времен ну и все да и поэтому это даже ну это это нормально потому что а как а куда они делись они никуда не могли деться но дорогой мой гена вот вы мега успешный ну гениальный я не хочу как бы кондиционную я вот вас воспринимаю как абсолютную легенду гения талантище такую вселенского масштаба а при этом я вас знаю как человек очень тонкого ранимого переживающего скажите пожалуйста мой дорогой друг как все это удается преодолевать тема преодоления тема не выживания а вот того пути по которому мы идем выбора я даже позволю себе может быть вспомнить сейчас мне пришло в голову такое короткое стихотворение совершенно удивительного поэта Юрия Левитанского наверное каждый выбирает для себя женщину религию дорогу дьяволу служить или пророку каждый выбирает для себя каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы шпагу для дуэли меч для битвы каждый выбирает по себе каждый выбирает по себе щит и латы посох и заплаты мера окончательной расплаты каждый выбирает по себе каждый выбирает для себя выбирает тоже как умею никому претензий не имею каждый выбирает для себя выбор сложная такая история я с годами стал в этом смысле более терпелив потому что я перестал удивляться такому засилью с моей точки зрения глупости это как выясняется нормальная вещь но мы же не удивляемся осадкам которые идут мокрый снег или там какой-нибудь ветер ну это данность так и так и человечество точно так же я не знаю говорю абсолютно искренне я не знаю какой рецепт больше годится для человеческого счастья не знаю может быть рецепты которые годятся для одной территории не годятся для другой территории согласен навязывать эти рецепты с моей точки зрения это заблуждение это ошибки если они не мотивированы личной заинтересованностью эти навязывания а если они выдаются за заботу о тех кому это навязывается я не считаю это разумным мне могут сказать что в конце концов должны быть установлены правила мирового общежития согласен согласен потому что если сказано что в такой великой игре как футбол нельзя играть руками нельзя кроме вратаря никому нельзя никому но ничего как человечество приняло эти правила играет и мы получаем от этого большого о да конечно и тут видимо кто-то думает можно так и для людей придумать эти правила социальные правила и так далее и так далее черт его знает не знаю я правда не знаю я объездил страну в которой родился и прожил жизнь вдоль и поперек многое мне очень не близко многое но есть ли мне скажут а все что за пределами этой страны все тебе близко я скажу да но пусть это от меня будет дальше язык генетика культура ну все что мы с этим можем ничего надо принять и проживать да хотя конечно все непросто но никто и не обещал что будет легко это верно и вообще и вообще просто интересно интересно вот человеческая жизнь все-таки вот пишут когда человек родился где там у кого все они где написаны для чего вы олицетворение вообще истории страны при том что вы совершенно молодой человек когда мы с вами смотрим футбол или смотрели я помню когда-то сколько лет 15 чемпионат мира я уже не помню немножко даже нарушая спортивный режим да я я просто первый раз наверное тогда понял что круче знатока футбола чем вы причем вам не важно 50-е годы играет или 2000 нет 2000 вы знаете хуже нет ну вы знаете вообще всех нет 2000 когда вы начали причать состав Динамо Тбилиси там какого-то 50 какого-то я сейчас расскажу нет у меня есть одна история я очень люблю ее рассказать да очень интересно это было я не помню ну может быть лет 10 назад может быть мне позвонила одна женщина она очень известная в нашей стране она долгие годы была женой такого прямо скажем одной из ведущих советских футболистов Валентина Иванова торпеда Москва да вот Лида значит позвонила мне по телефону после того как Валентин Казмич скончался и она попросила разрешения походить на спектакли с моим участием я сказал Лидочка да никаких проблем нет приходите вот такого то такого то и на вашу фамилию на служебном входе будут лежать места и в конце разговора я задал ей вопрос на какую фамилию оставить места на Иванову или на Калинину и она заплакала она сказала я не могла себе представить что кто-то еще помнит мою девичью фамилию я сказал Лида но я вашу фамилию девичью узнал раньше чем фамилию вашего мужа потому что в 56 году на олимпиаде в Мильбурне она уже была олимпийской чемпионкой по гимнастике ну короче говоря это произвело на нее неизгладимое впечатление и на ее 80-летие я получил приглашение в ресторан прийти я сказал что у меня спектакль в этот вечер и я могу только до спектакля заскочить ненадолго она сказала да да я приехал это была гостиница Националь в Москве ну и там собираются гости до того как сесть за столы и она эту историю рассказывает своей подруге подруга которая в прошлом году от нас ушла она была вдовой Льва Ивановича Яшина и вот она Валентина Тимофевна рассказывает вот эту историю ну как-то мне не очень ловко к нам подходит один человек очень известный в нашей стране футболист одно время даже стоявший в воротах сборной СССР зовут Иван Зор ну да Кавазашвили Спартак Москва и он слушает этот рассказ и говорит Лид ну что он вам лапшу вешает на уши прочитал где-то в справочнике и пришел а вы уши развесили я говорю Анзор я говорю смотри то что ты закончил свою карьеру в московском Спартаке знают все он говорит да я говорю то что ты до этого какое-то время играл в московском торпедо знают многие он говорит ну да я говорю Анзор а я сейчас тебе скажу где ты играл до московского торпедо когда тебе было 20 лет он на меня смотрит и говорит да ладно я говорю ты играл в ленинградском зените он говорит ну это это не может быть я говорю и чтоб ты больше никогда не возникал я сейчас тебе скажу кто у тебя в ленинградском зените был дублером я называю имя и фамилию вот тут он упал да это не моя заслуга это просто какие-то вещи это интерес к предмету и память память ну это поверьте это не мало потому что я например я например не мог вспомнить и сейчас опять забыл это же надо ах ты господи боже мой а в кавказской пленнице как фамилия артистки которые играют главную в орли да вот второй день подряд фамилия в орли у меня были я тоже поучаствовал в процессе память избирательная так что не все у меня так хорошо ну в футболе ни одного прокола сколько лет десятилетия можно сказать ну да ну в общем ну вот вот в орли вылетает и все ну это причем я помню что она была женой бурляева коля это я помню а что она в орли я забыл ну это не самое страшное ну конечно это история уникальная ну так меня всегда поражало вот конечно свойство памяти иногда несколько дней мучишься 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 вспоминаешь да но при этом всегда потрясало как вы замечательно вспоминаете рассказываете какие-то футбольные истории театральные истории истории встречи ваше общение с уникальным я считаю президентом России Ельциным там сколько историй которые в общем-то меня в свое время потрясали потому что я сам несколько раз встречался и конечно это удивительно дядька конечно когда он меня спросил зачем я взял израильское гражданство я говорю Борис Николаевич а я теперь могу по всему миру без визы ездить он услышал это и вдруг закричал Козырев Козырев подошел Козырев Андрей он был министр на странах и он говорит нам так уже надо нам так уже надо надо сказать что Борис Николаевич меня конечно поразил я по-моему даже рассказывал когда мы будучи в Совете как членом президиума Российского Еврейского Конгресса участвовали в разных там каких-то акциях одна из акций это строительство синагоги на Поклонной горе где были все да 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 и на открытие этой синагоги собрался коллектив человек 300 видимо участников этого процесса членов Еврейского Конгресса и Борис Николаевич Кержаков там вся эта публика сидели в президиуме и вокруг них с трех сторон на трибунах собранных специально для этого мероприятия прямо на Поклонной горе собрали еврейское сообщество собственно говоря и не только еврейское и Иосиф Кобзон выдал из своих запасов как я вспоминаю в связи с возможно женить бы его дочери или еще что-то он всем сделал кипы где было написано там кто-то там с кем-то и конечно все эти 300 человек одели эти кипы белые как сейчас помню и была жара лето июля я уже не помню ну какой-то летний месяц именно очень жаркий месяц это было днем в 12 в час солнце яркое и выходили люди говорили какие-то слова там из администрации от еврейского конгресса и все это на солнце и Борис Николаевич начал кемарить ему сложная работа президентом возможно накануне у него были серьезные встречи возможно у него просто такое было состояние и он заснул он закрыл глаза а я сидел прямо напротив с другой стороны трибуны и внимательно смотрел на президента России интересный человек там и я смотрел он закрыл глаза и это было так интересно что заснул ну заснул его никто не беспокоит проходит буквально несколько минут и он просыпается у него вот так он поднимает голову открывает глаза и я ну сколько это метров пятьдесят и я вижу ужас человека который не понимает где он потому что сидят эти евреи с кипами он начинает оборачиваться люди с кипами я понимаю ход его мысли он понимает я взят в плен заложники меня увезли в Израиль сейчас будут пытаться все это вся его жизнь проходит перед глазами паника потом он начинает видимо осмыслить киржаков в кипе и это и вдруг он понимает что нет он в Москве такой облегченный выдох счастье он встал потом опять сел проснулся совершенно замечательно Борис Николаевич это такая история которая меня конечно до сих пор в памяти но что тут скажешь это девяностые годы тоже удивительные годы которые сейчас вспоминаются последние 20 лет мы живем в следующей парадигме но вечные вопросы которые собственно говоря я все время задаю вы к этому уже прикоснулись вообще для чего все это почему все это вообще в чем смысл нашей жизни в чем как бы идея что мы рождаемся вымираем для чего мы живем какие цели ставим вообще смысл жизни такая вообще может быть тривиальная тема с другой стороны все мои товарищи уже знают что этот вопрос я задаю ответы всегда разные у меня есть свой ответ мне конечно же ваше мнение ваше я поделюсь у меня нет секрета нет секрета вообще жизнь не имеет смысла и любое определение смысла жизни есть как мне кажется некоторая форма заблуждения поэтому скорее всего жизнь дана для того чтобы ее прожить мне думается что если и как если и ставится какие-то цели то на сегодняшний момент мне видится цель жизни выдавливание по капле как говорил Антон Павлович Чехов из себя раба это сложенная дорога трудная почти никому не подвластная но я говорю только о движении в эту сторону недавно я сформулировал как бы сделать так чтобы максимально ни от чего не зависеть хотя это почти недостижимо и потом в результате не зависеть и от самой жизни какая интересная фраза не зависеть от самой жизни да потому что однажды я сформулировал что я не хочу умирать потому что я привык жить ну это такой довод знаешь ну это довод ну да ну привык привык отвыкнешь ничего поэтому мне кажется вот самое ужасное это чувство несвободы есть люди которые в несвободе чувствуют себя комфортно им она не нужна потому что свобода требует ответственности это точно принятие решения за которое ты должен отвечать идут бок о бок с этим понятием свободы это очень сложная вещь поэтому поэтому люди так любят подчиняться потому что не надо думать ничего тебе кто-то говорит и и ты это берешь как ну как приказ это если тебе комфортно живи так а вот если тебе некомфортно ну что делать ну вот так вот понимаете вот такая вот история не может человек с моей точки зрения прожить жизнь без сомнений сомнение это вопрос поиска анализа не всегда ты приходишь к правильному решению может быть счастье в самом поиске бог его знает я знаю только одно для меня не есть счастье когда твоя свобода рождает не свободу другого блестяще и очень близко все таки то что мы тезки дает себя знать потому что абсолютно такие же ощущения и собственно говоря не добавить не убавить просто мы попали в новый период жизни когда слово свобода оно не работает снаружи оно работает внутри нас и стремиться к тому чтобы ощущать себя по мере возможности свободным это конечно тяжелая ноша которую мы все несем и в этом возможно есть отличие одних и других что кто-то действительно этого не хочет и соответственно попадает в другую категорию мой дорогой друг я очень благодарен за нашу беседу у вас совершенно замечательная семья мы собственно говоря встречаясь всегда получаем большое удовольствие от общения и я очень надеюсь что еще многие годы дай бог десятилетия и вам большое спасибо вообще должен сказать что с годами двери для такого общения с большим количеством людей двери все больше закрываются это точно закрываются я очень рад что в этих дверных проемах мы пересекаемся пускай не так часто конечно но ничего но зато меня что радует что если бы мы чаще встречались можно человеку надоест а так вроде бы тут давно без риска давно не видел надо бы поговорить поэтому очень хорошо для меня пролетели эти наши сегодняшние минуты очень быстро я надеюсь на следующую встречу спасибо мои дорогие спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok